Привет, это снова я, Скользкий, со своим очередным скетчбуком. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и ставить колокольчик, что-то типа того. Начинаем! И сегодня еще один скетчбук Leichterm от четвертого формата. Все, как всегда, начинается с приветственной странички. Это период начала влюбленности в Dark Souls. В общем, история с коронами, трупами и голыми бабами, как обычно. Тогда мне всегда нравилось рисовать на калечках рассказики какие-то, отчасти связанные с картинкой, как здесь. Так, тут я прочитал Пушкина и Руслана Людмилову. Мне очень захотелось нарисовать иллюстрацию на эту тему. Акварелькой я ее сделал в этом своем любимом стилечке с вертикальными штришочками. Хотел закончить в цифре, но так и не закончил сказочку про Черномора. Здесь просто почеркушки с композиционными какими-то поисками, даже что-то из Алифтины и Тамары. Вот, чудесный разворотец. Это для форзацев Алифтины и Тамары сделана иллюстрация. На какой-то момент я ее, по-моему, даже уже обработал, но, к сожалению, потерял. Так что, видимо, по-новой придется все это сканировать и обрабатывать. Ну, тут основные персонажи и артефакты из Алифтины и Тамары. Собственно, Алифтина, Тамара. Ну, остальных, я надеюсь, вы узнаете. Если что, ссылочка на альбом с иллюстрациями будет в описании. Еще одна романтическая, еще пара романтических иллюстраций. На тот момент мне очень понравилось, ну, как сказать, очень понравилось. Мне всегда очень нравилось работать с карандашом, очень нравилось работать в черно-белом формате. И вот в тот период я вернулся к карандашу и как-то более углубленно начал изучать свет и тональную композицию. И голый баб, как обычно. В этом скетчбуке очень много такого плана и люстра этих калек с рассказами, с рассказами, с текстами. О, это демон, это демон-ангел. Такой вот появился на небольшое время формат рисования чего-то типа демонических икон. Здесь одна из глав Алифтины и Тамары нарисованы. Прямо в скетчбуке отсюда я ее сканировал. То есть это не зарисовка, ну, в смысле не скетчи, не эскизы, а непосредственно уже сама графика, которая отошла в результате финальную иллюстрацию, финальную сказку. Она была отсканирована и доработана в Photoshop. Здесь снова какие-то поиски. Поиски и тренировка рук. Эту девчонку я рисовал сразу, не то вру, что без карандашного эскиза, с небольшим, с легким карандашным эскизом. И поверху сразу рисовал уже маркерами и лимерами. К сожалению, эта бумага, точно так же, в общем, как и малецким или английским, пробивается маркерами насквозь. Здесь остались цветовые пятна, которые, в общем, я в дальнейшем разбил на какие-то композиционные элементы. И дорисовал уже здесь. Но стараюсь использовать материалы, которые уже не пробьют бумагу насквозь и не выйдут с этой стороны. У меня есть еще любимые маркеры. Вот сейчас прям сходу не вспомню их марку. Они рисуют таким очень плотным цветом. Очень плотным, очень кислотным цветом. И на удивление не оставляют, не пробивают бумагу насквозь. Опять какие-то каляки. Здесь по фотореференсам разные мультирельчики. Здесь, как вы видите, нарисованы разнообразные женские портреты. Много звезд. Опять карандашная картинка. Я, по-моему, здесь вдохновлялся. Вдохновлялся фильмом со Скарлетт Йохансом, очень странным фильмом, где она играет инопланетянку. Очень такой молчаливый, молчаливый, мутный фильм. Там был один эпизод, как она приходит к зеркалу. Мне очень понравилось, как она выходит из темноты. У нее в темноте блестят глаза и там какой-то очень маленький блик на лице. Это эскиз к Сорокину «Метель», который я так и не закончил. Тоже вот из эскиза он так и не превратился ни в какую финальную иллюстрацию. Анатомия. Еще немножко. Ну, тут уже не анатомия, скорее жест. Жест кисти. Мне кажется, полезно периодически возвращаться к каким-то базовым и клиническим знаниям, для того, чтобы их закреплять. Потому что, ну, по крайней мере, я, если слишком увлекаюсь тем, что мне нравится, я как-то скатываюсь к одинаковым позам, скатываюсь к одинаковым жестам, к одинаковым ракурсам. И порой мне не хватает вернуться к студиям каким-то анатомическим, чтобы заставить себя выйти из зоны комфорта. Выйти из зоны комфорта и делать что-то новое, новое, разнообразное, интересное. Здесь форменное безобразие сходно нарисованной ручкой. Ну, тоже один из моментов, когда важно рисовать, используя не карандаш, а именно материал, который невозможно исправить. Это заставляет быть более внимательным в процессе работы. Ну, более точным тут, конечно, не скажешь. Это зарисовка в рабочем офисе. Правда, сейчас не вспомню в каком. Сходу не узнаю обстановочку. На столе все как обычно. Ничего нового. Это мне нарисовала в скетчбуке девочка на комиссии, когда, собственно, я показывал Алифтину и Тамару на фестивале комиксов комиссии. И, в общем, взял там приз за лучший комикс для взрослых. Это было в 2015 году. А девочку зовут Анна Кузина, точно. Тут опять немножко анатомии иголых баб и, в общем-то, грязи. Это буквально первые какие-то месяцы после рождения сына. Я, в общем, решил его как-то зарисовать, но получилось так. Лайтовенько. Здесь, собственно, персонаж, которого я решил распилить по слоям. Я уже, по-моему, рассказывал в одном из роликов, то, что мне на какой-то момент захотелось сделать вот эту историю с распилинением по слоям лайна, шейдинга и цветов в разные слои, как это, в общем, делается в фотошопе в цифре. Сделать тот же самый прием на бумаге и пробовать объединять в фотошопе слои, сделанные ручными материалами. И, в общем, даже, по-моему, что-то из этого вышло, но картинку я, как обычно, не за финале. Ну, лайн мне, конечно, нравится, пожалуй, больше всего. Да, это вот здесь набросок по тональной композиции. Не помню, использовал я его или нет. Это же девчонки. Как-то вот так вот накладывается сюда. Это шейдинг, но он сделан как-то достаточно неправильно. По-моему, он сделан не очень правильно. Как пятна работают хорошо, но как освещение работает не очень хорошо. То есть он как оклюжен не очень хорошо годится, и как тень не очень хорошо. Но выглядит симпатично. Вот, а, собственно, здесь акварельный слой, который пошел как цветовой слой, основное цветовое решение. Где-то у меня есть картинка, сделанная уже, собранная в фотошопе. И на каком-то стриме я даже пытался ее красить. Но, по-моему, ни к чему хорошему привело. Калечки. Калечки, маркеры, акварель. Картинка про воздушного змея. Это иллюстрация песенки. Песенки. Это непорез на собаке. Это четыре позиции грунта, по-моему, называется. Охотник. Как-то мне так представился герой. Излюбленная тема. И любимые материалы. По-моему, эту картинку я закончил, но доволен ей так и не остался. Здесь, опять же, форменное безобразие путем смешивания разных материалов и много текста. Да, по-моему, начиная с этого скетчбука я начал как-то более непосредственно относиться к скетчбукам, к рисованию скетчбуков. Начал рисовать больше скетчей, не бояться испачкать бумагу, не бояться ее испортить, не бояться испортить страницы, запороть. Это делает работу, не работу, а рисование каким-то более непосредственным. Помогает в процессе фиксировать какие-то идеи, которые идут вторым фоном, вторым слоем в голове и порой не отслеживается, не фиксируется. Но если ты относишься к бумаге проще, не боишься ее пачкать, то можно много чего интересного из этого силы вытащить. Пробы каких-то новых техник. Ну, в общем, нет, техник-то, наверное, пожилой не новых, но может быть, какого-то нового подхода к форелии, к туши. Что-то более грязное и живописное. Это даже не знаю, что. Еще один разворот про Левтину и Тамару, про озеро в лесу. Опять же, скан отсюда сразу пошел в иллюстрацию. Что-то здесь я хотел нарисовать, что-то здесь хотел я нарисовать, какую-то Божью Матерь, что-то типа того. Но так не закончил, и даже не могу вспомнить, о чем это было. Еще одна иллюстрация для сказки про Левтину и Тамару. Это композиционный скетч с фотографией, с цветами. Здесь немножко акварели. Да, это точно я вспомнил. Это завершающий... Нет, это не он, это не завершающий комикс, а вот это вот завершающий комикс про Левтину и Тамару. По-моему, я его даже нигде еще не выкладывал. Поэтому не буду ничего про него рассказывать. Даже не буду поворачивать. Это в очередной раз моллюска, рыба. Для того самого комикса про рогатую бабу, которая скачет с мячом наперевес. Эту иллюстрацию я рисовал, по-моему, целую ночь. И после даже покрасил ее в фотошопчике. И, по-моему, даже неплохо покрасил. Сначала мне очень понравился результат. Но потом... Потом я пересмотрел свое мнение. Иногда, не иногда, а довольно часто бывает такая история, то, что в процессе рисования картинки очень недоволен тем, что получается. И только после того, как картинка отлежится, начинаешь смотреть на нее по-новому. Начинаешь находить какие-то хорошие моменты во всем этом. Это, опять же, эскизы к чему-то. К чему, я не помню. Это был эскиз крылья. Здесь я хотел в таком стиле решать весь комикс, чтобы он был такой грязно-цветной, с какой-то тушевый график. Но он, как известно, до комиксы я так и не дошел. И он остался только в виде эскиза. Это, да, я вспомнил эти эскизы для одного из альбомов для невидимых людей. Вот эту иллюстрацию в результате ребята выбрали. Я ее зафиналил. Но в конечном счете они были, остались ей недовольны. И мы делали еще, еще два варианта. Еще два варианта. Это про какие-то рассветы или закаты. Это эскизы для обложки бабла. Один из номеров какой-то серии комиксов я иллюстрировал. Но результатом, как обычно, остался недоволен. Да, вот этот вот эскиз в результате выбран и зафинален. Но что получилось, мне не нравится. Это сон, который мне проснился. Бывает, снился, да. Разные интересные. Это тоже, кстати, какой-то сон. Здесь что-то обыденное, обыденно-игровое. Вот тут у меня начался интересный период с классным подходом рисования. Через калечки, когда я начинал рисовать на бумаге, сверху он заклеивал калькой. Начал заклеивать калькой. То есть, это была первая проба, когда я заклеил одним слоем кальки и сверху еще рисовал карандашом и красно-синим карандашом, в общем, и графитом. А снизу какая-то акварельная тушевая подложечка. Это тоже создает такое интересное дрожание при сканировании в результате. То есть, одна из моих любимых, наверное, картинок вообще. То есть, не то, чтобы из этого скетчбука, а одна из моих любимых картинок вообще. И дальше, дальше, по-моему, в этом же скетчбуке я эти эксперименты продолжил. И сейчас, чуть попозже, видимо, покажу, что из этого получилось. Это по чьей-то просьбе рисунок русалки. А может быть, это не чья-то просьба, а какой-то был небольшой, типа, челлендж, что-то такое. Ну, помню, что был какой-то запрос, был какой-то заказ на эту русалку. Получилось, она не самостоятельно. Ну, и, в общем, здесь мои любимые рассказики про то, плюс-минус про то, что же здесь нарисовано. Вот, да. И вот, в общем, в результате это пришло к тому, что на этой странице наклеено что-то около пяти слоев кальки. Первый рисунок нарисован, в общем, на бумаге. Дальше заклеен одним слоем кальки, обрисованным покрашенным маркером. Дальше поклеим еще одним слоем кальки, который был покрашен тушью отсюда. Я врезал ножом какие-то куски, клеил сверху. То есть, обратите внимание, тут прям очень-очень-очень много слоев. Они порезаны, наклеены друг на друга, покрашены маркерами, акварелью, карандашами, темперой, акрилом. Всем-всем-всем подряд странный получился результат, но, тем не менее, интересный. Опять проба чего-то похожего на одну из картинок, которая была чуть раньше. Где-то здесь. Ну, в общем, наверное, это не так важно. Суть задачи была в том, чтобы повторить этот прием. И он, по-моему, удался. Вот, дальше. На этой картинке я пробовал историю с монтажом, с комиксами, с нарративом в картинках. Это история про краснокожего, про индейца. Точно не помню, как же там назывался этот комикс. Он, кстати, тоже сделал через кальчику. То есть, нижний слой покрашен. Сверху наложенной калькой и положенной калькой. Тоже я здесь дорабатывал, по-моему, сангиной, красным карандашом. История про то, как ковбои убили индейца. Ну, вот, в общем-то, мы и подошли к концу. Это завершающая картиночка. Сделанная тушью, сангиной, золотым акрилом. В общем, можно ей поверить, потому что дальше ничего нет. И на сегодня попрощаться. Пишите комментарии, задавайте вопросы, оставляйте пожелания. Да, и еще хочу сказать большое спасибо Саше Мартинсену за прекрасную заставочку. Надеюсь, в ближайшее время запишу еще один ролик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok